Самая сложная задача это не спарсить данные, самая сложная задача это обойти защиту от сервера. Когда ты пытаешься это сделать с помощью скрипта, для сайта ты бот, для сайта ты робот, для сайта ты не человек. Для того, чтобы нам стать человеком, нам нужно замаскироваться под человека, то есть под браузер. Ты заходишь с какого-то определенного браузера на сайт, то есть на сервер, пошла запрос на сервер с помощью HTTP протокола. А сервер понимает, что зашел такой человек, зашел юзер с такого-то браузера, да? И вот мы с тобой можем выбрать, допустим, к примеру, какой-нибудь браузер, который нам знаком. Можем брать Opera, Chrome, вот видишь, там есть Chrome браузер, есть Edge, давай какой-нибудь, нажмем браузер. Каждый браузер, когда заходит на сайт, он отправляет заголовки. Зачем он это делает? Ну, соответственно, это стандартная процедура, чтобы... Модификатор. Вот, чтобы, да, идентифицировать юзера, вот, идентифицировать сервер, вообще много... Вообще сервера тебе достаточно много знает информации, включая твой IP, включая с какого-то браузера зашел и так далее. Второй момент. Есть еще также блокировка по IP. Вот, с прокси, с понятием прокси мы с тобой познакомимся чуть позже. Но сложность заключается в том, чтобы не научиться собирать информацию, а научиться обходить защиту. Отлично. Это мы с тобой понимаем. Далее. Красиво. Да, давно, ему уже три года, наверное. Это когда я еще на первой работе устраивался, фронт-энд разработчиком. Мне нужно же было, чтобы устроиться, какое-то портфолио сделать. Для начала нам нужно научиться работать с дом-дерево, понять, что такое архитектура дом-дерево. Что такое... дом-дерево, структура такая, структура данных, которая хранит все данные. Для начала нужно поработать с DevTool панелью. Ctrl-Shift-C нажимай. Ctrl-Shift-C? Да. Вот у нас DevTools, самая вот эта первая панель, она называется Elements. Вот здесь в элементах делится на два базовых блока. Наверху у нас верстка, а внизу у нас CSS. То есть это те стили, которые применяются каждым тегом. У нас верстка, она по структуре данных называется еще дом-дерево. Давай мы для начала посмотрим, чтобы нам познакомиться с верхним блоком, нам нужно понять, что такое дом-дерево. Слева мы называем это верстка, то есть это теги. HTML, head, title, это все мы называем тегами. Просто теги мы это называем так. Справа, как ты видишь, теги друг в друга вложены. Это называется вложенные теги. То есть у нас корневой тег HTML. Это вот это здесь? Да, внимательно смотри, да. Слева что ты видишь? То, что у тебя HTML, и в него вкладываются другие теги все. Hat, title, title. Видишь, HTML, и в него вкладываются head, title и другие теги вкладываются. Данные теги называются парными тегами. Потому что у него пара есть. У него есть открывающий тег, закрывающий тег. Как ты видишь, у HTML это парный тег. У дерева есть узлы и есть ребра. Это вообще из дискретной математики называется структура данных граф. Это называется дом-дерево, да? Вообще, основной HTML документ являются теги. Что значит документ object model? Это сокращенно дом. То есть у нас есть просто как бы абриадура дом. А по сути три буковки означают документ object model. То есть это объектная модель документа. В теги head у нас размещается мета информация. И так же в теги head у нас подключение скриптов происходит. У нас есть понятие parser. Это скрипт, который вообще грабит информацию. Не грабит, а получает информацию с сайта parser. Видишь, вот это в заголовке написано. User agent Python request. Вот это то, что посылает твой скрипт, когда он пытается подключиться к серверу. Когда он подключается к серверу, сервер видит, что мы с тобой боты. Но мы-то не хотим, чтобы сервер знал, что мы боты. Сервер должен знать, что мы с тобой браузер, правильно? Смотри. Вот мы поняли, что такое xpav, да? То есть ты нашел элемент с помощью xpav и добежал до него. Акула red, да? Да, напиши red. Поздравляю тебя, ты покрасил кнопки в красный цвет. Итак, на сегодня все.